Я приветствую следующего лектора, Дмитрия Евсикова. Дмитрий, здравствуйте. Вот, ничего. Все, поехали, потому что время пожар. Спасибо, спасибо. Здравствуйте всем слушателям. Мы сегодня продолжим погружаться в 17-й век. И я буду говорить о служилых людях этого периода. Это особая категория населения, которая была поселена, сведена на южные границы нашего государства в 17-м веке, в процессе расширения его границ. И кому-то кажется, что 17-й век это такая достаточно далекая, загадочная страна, такой далекий период. Но на самом деле, давно работая с документами, я понимаю, что сохранилось огромное количество фактов. И на самом деле, не только в Иргаде, но и в других архивах. Например, если брать федеральные, то это научно-исследовательские отделы опыта ПСРГБ. Ну и в частности, в региональных архивах есть тоже разные коллекции. И все это позволяет составить достаточно подробные биографии, которые в том числе могут позволить погрузиться в вот эту обстановку 17-го века, прочувствовать, какие события происходили, какие переживания у сужилых людей были присущи тому времени. И в предыдущем выступлении я говорил о том, что, в принципе, можно найти. То есть это было такое теоретическое выступление. Данная лекция будет построена чисто на факты, такие голые факты. И, конечно, это не 100% всех возможных примеров, но некоторые я из них приведу. И фестиваль называется «Новая жизнь». Что это значит? Вот я когда думал, я хочу дать такой постыл. Новая жизнь вот этим данным. Новая жизнь данным, которые скрываются в документах 17-го века. Это, конечно же, оцифровка и, что еще более важно, индексация. Только так можно восстановить удивительные истории того времени. И я собираю достаточно давно уже подобные базы. Что-то сам набираю, что-то объединяю из того, что собрано другими людьми. И только вот таким инструментом можно, собственно, проверять информацию о каких-то конкретных служилых людях. И я использую иногда такой организм для себя. Пробить человека по базам. Или пробить фамилию по базам. То есть посмотреть, встречается ли данный конкретно служилый в нужном уезде. Либо где вообще эта фамилия встречается, в каких уездах это важно для переселения, например. И только вот, опять же, поставившись таким инструментом, можно составить наиболее полные биографии служилых людей. Иначе это как искать иголку стоги сена. И еще такую оговорку хочу сделать. Эта лекция будет основана на, ну, больше на неординарных таких примерах. Я не буду останавливаться на типичных случаях и на типовых источниках. Потому что, ну, кто-то это знает. Я хотел бы вот именно показать какие-то особенности. И в идеале между моей предыдущей лекцией и вот этой должны быть лекции, посвященные конкретным фондам, разбору конкретных фондов. И я думаю, что, ну, когда-нибудь, конечно, я запишу такие лекции. Сначала я приведу несколько примеров и дальше остановлюсь на одной родословной и одной биографии. И в 17 веке, на самом деле, земля была основным капиталом. Поэтому я начну вот именно с таких примеров, которые связаны с оборотом земли. Первый слайд я назвал сыскные нервные отказные книги, если еще не живые. Вот здесь следующий пример. Мы видим пример сыскной книги на поместье в Воскольском уезде, 1640 год. Эти документы, они включают в себя стандартную преамбулу, когда в УЕС посылали сына Боярского, ну, позже, допустим, подъящего, как разной избы, который вместе с еще одним служилым человеком, в данном случае, с приборных категории, это пушкаль, должны были проверить в данной местности, где служилые люди просили выделить им землю, наличие такой земли и так далее. Так вот, вот в этой преамбуле как раз в данном документе мы видим, направили сына Боярского вместе Рашадского и пушкаля Егупа Леонтьева в 1640 году. Из других документов мы видим, что этот сын, Боярский мессер Тихон, этот сын имел поместье в соседнем селе, где в Майшанице, ну, и упомянут в документах служилых людей с 3 часов по 1941 год. При этом в 40-41 по списку он уже числится как умерший, то есть он, по сути, вот произвел этот отказ и вскоре, возможно, в бою, возможно, своей смертью он уже умер. И по пушкалю Егупу Леонтьеву мы видим следующее. Данный документ позволяет нам расширить период упоминания про человека, потому что по другим спискам, как и приведено ниже, мы видим, что он встречается с 45-го года, с 45-го по 53-й. То есть что это нам может дать? То есть мы можем сказать, что вот наши предки, если они попали в такую преамбу, выполняли какие-то особые поручения, принимали участие в архазе земли детям Боярским и так далее. Еще один пример. Это уже отказная книга на поместье в том же уезде. Здесь, в принципе, такая же на самом деле формула, также посылали служивых людей. И вот когда они приезжали в уезд, они должны были взять свидетелей. Это обычно жители, ну, старожилы, жители соседних населенных пунктов, которые могли бы вот этим отказчикам дать объективную информацию о наличии земли и о правах на этой земле, что никто и не владеет. Так вот, вот эти так называемые тутошние сторонние жители вот здесь вот приведены. И мы, опять же, по другим источникам я это проверял, это жители соседних починков и деревень, которые владели здесь действительно давно уже землей, то есть были старожилы в 1615 или 1620-х годов. И, собственно, вот первый пример и второй. Здесь нужно сделать оговорку, что тутошние сторонние жители, а также вот эти служивые люди, которые посылали в уезд, они не упомянуты в алфавитах. То есть этих фамилий вы не найдете по алфавитам в фонду 12.09. Еще хотел сказать, что вот таких вот свидетелей в одном деле я видел целых 160, более даже чем 160 человек. Это почти полуезда. И, ну, на самом деле, 5, 10, 15. Вот такое количество в таких делах встречается. Еще один пример, на самом деле, такой очень экзотический. Это тоже отказная книга 1645 года. Так вот, при описании земельных владений, то есть описание местности, здесь упомянуто место, где по документу Гром убил, то есть молния убила Семена Панарина. И это очень интересно, потому что обычно для таких в качестве указателей используют либо искусственные неживые знаки, то есть столбы с ямами, либо естественные, это деревья какие-то с несенными метками, или логи, овраги и так далее, так далее. Вот здесь вот это место знаменито было для местных жителей, то есть получается, что все его знали, что на это место и дошло такое событие. Этот пример интересен тем, что мы узнаем причину смерти данного человека, причем из отказной книги, что очень эпична. А если дальше анализировать этот пример, мы можем сказать, что, собственно, сама у Семена Панарина в документах не нашел, начиная с самого раннего источника, поэтому я за 1615 год, это за 30 лет до вот этого отказа. Но и в этом году, что в 15-м, этим поместьем владел уже его сын, Меркул. Трудно сказать, был ли он убит до 1615 года, вполне вероятно. Может быть, он уже не служил, был в расставке, и после этого произошел этот случай. Но, тем не менее, память народная хранила этот случай. Тут еще можно такую оговорку сделать, что, собственно, вот этот сын Меркул в 42-м году был катарский набег на уезд, и у него увезли в плен жену и, собственно, всю семью родственников. Сам он прослужил до начала 50-х годов, включается в документах, но после этого род вот этого именно Семена Панарина он пресекается. Ну, на Меркуле это последний представитель. Здесь тоже можно подумать о связи вот этих событий. Второй пример на данном слайде – это скрепа, так называемый. То есть вот по этим листам отказанной книги идет скрепа, где написано, что служилый человек как бы расписывается за информацией. То есть всем книгам, а с коленем сын Боярский туда на месте и руку приложил. Тоже, естественно, в ответ не попадает, но это очень интересно, потому что мы можем увидеть, что, во-первых, этот человек был грамотным, собственно, принимал участие вот в таких отказах, поручениях, расписывался за других служивых людей. По другим документам мы видим, что в этом году он уже был осадной головой. То есть, возможно, из-за этого ему доверили такое важное поручение. Теперь я хочу остановиться на еще одном фонде, тоже вкратце. Это фонд очень важен для истории служивых людей. Это фонд разрядного приказа, фонд 210. Какие здесь, так сказать, лайфхаки могут быть. Но и опять же я говорю, что я привожу примеры именно на какие-то особенности, потому что в этом фонде огромное количество различных списков. это и уездные, и полковые списки, и изметные книги городов, и разборные книги служивых людей, и сказки служивых людей и так далее. Но я обращу внимание на особенности. Итак, первый пример. Первые два кусочка таких иллюстративных это сказки служивых людей. Многие работали с этим источником, и знают, что в конце ее приводится по стандартной форме, что за подателя сказки такой-то человек руку... А сказку писал такой-то человек. Так вот, в данном случае старосколь искусств кандавуров, мы из других источников видим, что это подъячий приказной избыли. Это сказка как раз с 1697 года. Ну, тоже интересный факт, опять же, грамотен. Ну, и списки подъячих, они не всегда встречаются в уездных списках, и поэтому тоже важно установить, какую деятельность этот предок осуществлял. А вот на обратной стороне сказки, это два нижних фрагмента, кто-то расписывался за эту информацию под эти сказки. И на первом примере это староскольец, а на втором примере для, опять же, староскольских служивых людей сказки это чернавец. То есть, реже, возможно, это был как раз подъячий приказной избы чернавской, но в первом примере это староскольец. Он в городовой службе был, но вот, возможно, служил в подъячке, а пока эту информацию не нашел, но, по крайней мере, он вот расписался, то есть точно был грамотен. Эту информацию мы из этой подписи узнаем. Еще один пример. Существует большое количество источников финансовых, скажем, назовем их так. Это оброчные, пошлиные, таможенные, подобные книги. Они находятся обычно в денежном столе и их активизуют в хозяйственную жизнь въезда. На этот счет есть ряд исследований. Например, Раздорский пишет много об этом, строит статей по этому типу источников. Здесь, что интересно, вот на Посаде служили люди, особенно, которые на Посаде или в пригородных Слободах жили, они заводили обычный бизнес, лавки, продавали что-то и так далее. Вот первый пример. Первый пример. Это книга сбора пошлин «Слива, вина и меда» 1655 года. Здесь видно, что двое служат людей, а из других документов я вижу, что это дети Боярские села Лазново, а это книга Яблановска, то есть города Яблановска. Вот они сварили осьмину вина к празднику цветного висления. То есть, такой бизнес некий имели. Можно такую информацию найти о предках, включить это в географиях. Второй пример касается сделки. таможенная книга. Здесь взяты пошлины за продажу лошади. И на самом деле таких документов очень много и очень интересно читать описание того, что очень подробно описывается, какая у нее грива, какой возраст, муха и так далее. Ну вот участие этих двух служилых людей. В данном случае мы по другим документам можем выяснить, что это Сан-Боярский из села Проточная Поляна и Ритар, который был вертся перед этим Стрельцов. Вот участие служилых людей в хозяйственной жизни и езда можно понять таким документом. Еще один пример из разрядного приказа, то, что такое интересное. Здесь приведена оборотная сторона первого листа Челобитной. Челобитную служилые люди подали значит воеводе. Воевода соответствует ее посылает в Москву приказ соответствующий ее кто-то должен везти. Так вот на обороте это записано кто привез вот эту Челобитную. В данном случае в 1943 году 24 апреля подал ее Аскаляльный Федор Ирковский. Мы знаем что я знаю опять же своим наработком это был сын Баяцки села Караваево Берусин около водородного страна. Он был девствен из Черкасс. И можно сказать что вот он выполнял такие важные поручения воевода если найдем такую информацию. Теперь рассмотрим родословную одного рода Тараспольского. Это Коршикова я по нему составлял подробную роспись. На самом деле здесь всего три поколения произведено. У нас в этой росписи только за 17 рек 78 человек и еще 10 милошедших. То есть 88 представителей 49 источников. И покажу несколько интересных моментов. Вот первый представитель Богдан и это имя значит славянское либо Дорофея христианское. Вот это соответствие всего лишь в одной челобитной из всех источников есть вот это соответствие. А так он где-то написан как Богдан где-то Дорофей. В данном случае здесь первый пример справа это опубликованный источник челобитная вернее запечатанная грамота из печатного приказа так называемого 1613 год это Веселовский в свое время он Веселовский собирал и после его смерти опубликовали первые две книги печатного приказа там сейчас в том числе оскаляне и второй такой пример интересный в 1617 году литовские люди ввели у него сына Корнея ну и детей его христиан так вот Корней забегая вперед можно сказать что он вышел из плена мы там это увидим но тем не менее вот что 17 год там на самом деле очень много родственных служилых людей очень много указано женских имен описание вот этих событий которые которые могут касаться ваших предков попасть в дословный роспись дальше продолжаем в 1615 году у него было уже поместье в деревне Катенева или долгая поляна христиан христиан 100 четвертей и на самом деле в данном случае он равен поместному окладу тоже 100 четвертей это было в начале века характерно а вот во второй половине середине века уже меньше давали то есть намного меньше чем поместный оклад и пример внизу как раз говорит о том что в песцовой книге 3626 27 и 27 28 на самом деле источник не сохранился есть только перечневые выписки из него как раз вот это поместье числится за его детьми Осипом Андреем Корнеем которого как раз вели в плен то есть он уже вышел продолжаем это сын Осип здесь я подробно не буду упоминать но скажу что этот источник откуда эти выписки сделаны 1629 года такой тоже нестандартный дети боязки подавали человек на том что они не присланы денежные жалования хотя они служат с такого года уже столько-то лет при таком-то выводе верст и так далее подробно расписано это не по всем порядка 20 человек тем не менее очень детальные сведения которые в других источниках нет в данном случае попало в нашу розпись продолжаем осип встречается на самом деле во многих списках служивых людей за многие годы вот здесь в данном случае в 639 я выделил на июстрации указанное значит с 632 по 45 с окладом стучеки и 4 рубля 48 уже 4,5 то есть он получил так называемую додачу то есть прибавку в жалование за какие-то события за какие-то свои действия за какие-то поручения дальше идет пример послужного списка это тоже такой интересный источник но в нем обычно идет описание какого-то боя и список служивых людей которые принимали в нем участие стандартной формулы государь служил бился ясно либо государь служил бился ясно бил мужика и застрелил мужика то есть это ну врага там и так далее но в данном случае в двух таких боях он участвовал есть даты боевых и последующий пример как раз он получил придачу по местному округу 54 и 3 рубля за строительство вала так называемое вала 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 это строительство здравоохрепления в данном случае около царева Алексея то есть будущего нового аспора и последнее ну здесь дальше я привожу пример что он таких списках встречается вплоть до 52-го года а дальше на следующем слайде мы видим разные примеры того в каких еще документах он отразился вот в 22-м году на него например подал сын боярский прокудин человек о том что они укрывали его беглого крестьянина у него тоже опубликован в данном случае этот документ это человек опубликован а по писалам и выпискам из не сохранившихся книг 26-27 года тоже мы и прослеживаем где у него было поместье где находилось сколько четвертей когда выделено когда была важная грамма дана на это поместье за чьей опись и так далее тоже такая очень подробная информация здесь буквально выдержки приведены то есть его отношение к земле и заключительная информация по этому представителю рода в 1948 году он подал человек мы вместе с другими всего что на человеках было скаляна о пожаловании поместьям в другом стане в Углинском уже это будущее село Репец и получили они уже в 1949 году но на самом деле переселили что интересно следует этот случай образование этого села конкретно Репца Манковский район Кульсовой области они где-то уже в 60-х годах это получили потому что местные были не надо было переезжать вот если бы они приехали с другого улезда и верстали тогда бы они были вынуждены уже усилиться сразу на это место построиться а здесь мы видим что в 53-м году за Осипом в той же деревне Долгая Поляна двух вот и заключительный слайд просто по этой родословной я приведу это еще один сын Андрей по нему остановиться долго не буду последнюю часть вот я поясню значит в 36-м году составлен список кого убили в плен кого убили из Исколян вот он попал в Поршика сюда здесь значит сказано что его взяли в плен на вестях это когда он отвозил информацию о нападении татары между воеводами они так называем вести отправляли так вот его взяли в плен в 36-м году и записано кто остался у него из семьи жена имя приведено Фекла и пятеро сыновей причем Ананни и Фома они уже поспели в службу то есть взрослые были и Агей Иванов Артем Малыш то есть сразу все его увели в плен он может повернуться может не вернуться заодно сразу вся его семья все все сыновья на самом деле ну некоторые из них могут больше не попасть из документов то есть они могут и умереть в Малолецке но здесь мы сразу их видим такой нестандартный документ теперь еще один пример это биография станичного атамана Мартына Андреева сына Андреева вообще Андреевы проживали в уезде в селе Волково но были еще атаманы атаманскими так вот горство пока между ними еще мы не подтвердили но и потом кстати у него не осталось у этого представителя кто я сейчас скажу но он как раз интересен тем что огромное количество фактов сохранились так вот значит Мартин или Мартин иногда добивают в документах Андрей в 21 году он станичный атаман седьмой станицы с окладом 4 рубля в 24 году подал жалобу Мишусин тоже станичный атаман у него жег дом изгул поджег а из этого документа ну тут я восстановил по калькулятору паски когда это было когда поджог произошел видим что было в имуществе по этому по этому человеку четверо с челами четверо саней четыре телеги там еще другое имущество написано на 66 рублей с полтинной сразу такая информация дальше он посрешный атаман имел полок на посаде как раз значит шесть денег оброку заплатил причем это его сборник был пузент веркашанский сборник который кстати дальше я не нашел только никакой между дальше 70 чете имел поместье деревни Великий Перевоз в 26-28 году вернее он имел 100 чете а вот этим поместьем раньше владел Мишусин мы его запомним великий Мишусин 70 четей запомним в 31-м году также сконечная голова вот дальше переходим а в 32-м году начались вот эти разборки по поводу этого поместья оказалось что оно было отказано Андрееву по ложному человеку и это из сыскной книги фрагмент а вот в 33-м 34-м уже судное дело пошло оно может там быть на 50 листов под подробными делами рассматриваешь по несколько лет может и по 10 лет вот тоже эти 74 в 34-м году в октябре вот это все-таки поместье у него было забрано и отказано вот это тому самому Мишустина Мартина велино выслать а в 35-м году опять Мартина отказано вновь причем записано это все отказные книги что оклад у него был 300 четей сейчас мы это увидим что произошло из следующего слайда мы видим что в 34-м году он по-прежнему голова четвертая черновская страница с откладом 100 чеки и 4 рубля а вот в 36-м году он осаднен голова это на самом деле такая важная должность почти что заместитель воеводы можно сказать и оклад уже 300 чеки так вот должность ему помогла вернуть это поместье обратно интересно такой пар дальше в 37-м 38-м году все еще голова в 39-м 40-м прибавку получил засадную службу как раз 35-го 36-го годов и вот дальше что мы видим дальше мы видим в 37-м 38-м году он имел торговое место заплатил за него болты то есть он еще бизнес имел торговлю вел причем в следующий год вот такая же книга за следующий год там он уже не числился и вот мы видим к последующему примеру что он числится умершим по отказной книге 39-го года апреля и у него детей осталось осталось только продавать и тени которые нахожили отхожены 30-четверти из его поместья а 55 сторожеву на следующий год смотрим это поместье которое 55 черти которые сторожеву отдали оно отказано за теперь вдолье филиппа мишусин того самого то есть он тоже умер и все таки часть на месте опять он вернулся несколько раз туда-сюда переходила за вот эти пол 35 лет дальше опять говорится о том что идти неотказано и в 43-м году она ввозную грамоту то есть тоже документ подтверждающий на руках у меня был о том что он этим владением владел все спасибо олигар был да я закончил спасибо вас Дмитрий я тоже благодарю за рецензирование вы знаете до вас эта книга дойдет по почте за рецензирование книги к нейологии кодекса Семенова ура борос спасибо я был вдохновлен я думаю что многие вдохновятся этой книги она такая очень противоречива но тем не менее оставят равнодушным точно основная проблема генеалогической литературы чтобы люди ее читали то есть не закрыли после второй страницы именно не специалисты поэтому я еще решал эту задачу но я потом еще про это тоже расскажу отдельное спасибо за отклик отклик очень важный спасибо до свидания